Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале вкусная еда с хадичей. Сегодня вашему вниманию хочу предложить очень простую и легкую выпечку. Выглядит очень красиво, подходит как на праздничный стол, так и на обычные душевные семейные чаепития. Она готовится очень легко и просто, и самое главное, очень вкусная и красивая. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне! Яйцо. Нужно отделить желток от белка. Белок тоже нам понадобится. Белок немного взбиваем, чтобы им легче было работать. Разбиваем его структуру. В желток добавляем одну чайную ложку молока и добавляем какао. Одну чайную ложку без верха. Это у меня какао золотой ярлык пересыпано. Через сито, чтобы не было комочков и все хорошо смешиваем. Вот так, до однородного состояния. Вот такая однородная масса получилась. Готово. Очень люблю в выпечке творожный сыр Хохланд. Он потрясающий. И сейчас мы выкладываем две ложечки. Особенно, когда с грушей, просто с бананом. Такое ощущение, как будто мороженое кушаешь. Очень вкусно. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. 2-3 столовые ложки в любую выпечку. Сюда же добавляю 2 грамма ванильного сахара. Можно ванилин. И 2 чайные ложки сахарного песка. Все хорошо смешиваем. Масса получается пастообразная, абсолютно не жидкая. Поэтому ни крахмал, ни манку добавлять абсолютно не нужно. Если бы вы делали начинку из творога, то можно добавить желток, либо немного крахмала, чтобы он не тек. В слоеной выпечке творожный сыр не течет. Будем готовить с грушей. Грушу помыли хорошо. И сейчас нарезаем на такие дольки. Вот такие тоненькие, чтобы они нежно запекались, аккуратные. А здесь уже можно в длину. Обязательно попробуйте. Заготовочки выкладываем на тарелку. При желании, если вы очень хотите, кус корицы. Можно будет присыпать сверху корицей. Я присыпать не буду. Я хочу, чтобы груша оставалась светлой. На противень выстелила силиконизированный коврик, либо пергаментную бумагу. И сразу включаем духовку на 180 градусов. Немного подпыляю поверхность мукой. Нам нужно немножко тесто раскатать. Сделать его чуть-чуть тоньше, не сильно. Как я готовлю тесто, как я его храню в морозильной камере и сколько можно хранить. У меня есть видео. Я оставлю ссылочку под видео в описании в инфобоксе. Посмотрите, пожалуйста. Делим на 4 квадрата. Можно, конечно, вырезать кружочки, но я буду делать вот такие вот треугольнички, как в добрые детские времена. Серединку я слегка прокалываю. И теперь выкладываем пол ложки творожный сыр. Распластываем в середине вот так в длину. Это можно готовить и вовнутрь. Любой джем. Любое повидло. Очень люблю со смородиновым джемом. Выкладываем грушу. Немножко ее вот так распластываем. Вот таким образом. Очень вкусно также с шоколадом. Следующую партию я буду готовить с шоколадом. А теперь белком взбитым. Вместо стыков смазываем. Если у вас белка нет, можно просто водой. И теперь просто соединяем. Сильно не прижимаем. Слегка прижимаем вот здесь. Эту часть не трогаем. От края немножко отходим. Где-то вот пол сантиметра. И здесь прижимаем. Все готово. Выкладываем друг от друга на расстоянии. Они будут еще увеличиваться. Катаем следующий пласт. Не нужно выкладывать много. Пол ложечки чайной вполне хватает. Также размазываем. Видите, какая шоколадная глазурь. Прекрасная. Ничем не уступает нутелли. Как мы готовим шоколадную глазурь. На канале у нас есть несколько пирогов. Очень легко готовится. Есть классический вариант. Легкая в приготовлении шоколадная глазурь. Также выкладываем груши. Так, чтобы удобно было закрыть. Груши можно немножко подвинуть. Смазываем белком. Также эта выпечка готовится очень быстро. 5-10 минут. Более ленивей выпечки я не знаю. Выкладываем на процвен. И теперь смазываем вот этой смесью желтково-шоколадной. Все хорошенечко, тщательно промазываем. Желток даст глянец, а шоколад даст необычный цвет нашей выпечки. Очень люблю круассаны вот с такой помазкой. Я буду специальным лезвием. Делаем посередине надрез в виде лепестка. И вот так вот надрезки сделаем. Потом тесто откроется и будет очень красиво. И сейчас отправляем наши замечательные слойки в духовку. Выпекать будем при 180 градусах минут 30. Смотрите по особенностям вашей духовки. Самое главное их не перепечь. И духовку ближайшие 10 минут не открываем. Отправляем в духовку. Второй противень у нас тоже готов. Вот такая красота. И отправляем в духовку. У нас все готово. Посмотрите, какие они красивые. Очень празднично смотрятся. И сейчас мы их будем посыпать сверху сахарной пудрой. Хотя, в принципе, и без сахарной пудры они очень самодостаточно смотрятся. Так и хочется их попробовать. Очень ароматно пахнут. Пахнут шоколадом и творожным сыром. Будете готовить из теста покупного, то покупайте слоеное тесто недрожжевое. Эта выпечка получается именно великолепно из слоеного недрожжевого теста. И посмотрим, какие они внутри получились. Посмотрите, какие красивые, слоистые, пропеклись великолепно и очень хрустящие. Посмотрите, какой хруст. И с шоколадом тоже посмотрим. Нежные, нежные. И внутри нежный шоколад и груша. Вау! Потрясающе! Итак, дорогие друзья, готовится эта выпечка очень быстро. Раз, два и готово. Выглядит очень красиво, хрустящее, вкусное, ароматное, просто красота. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Если понравилось видео, ставьте лайк. Поддержите наш канал лайком. Я вам буду очень признательна. Пишите в комментариях, как получается у вас. Что бы вы хотели со мной еще приготовить? Я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья и до новых встреч на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока, друзья!